По информации следствия, террористом оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. Установлено, что он привел в действие взрывное устройство в вагоне на перегоне между станциями Синная площадь и Технологический институт. Кроме того, его генетические следы обнаружены на сумке, в которой находилось второе взрывное устройство на станции Площадь Восстания. О том, что именно Джалилов оставил сумку на встание, свидетельствуют записи камер видеонаблюдения. Напомню, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, жертвами которого стали, по последней информации, 14 человек. Ранение получили около 45 пассажиров. Кроме того, сотрудники Росгвардии обезвредили еще одну бомбу, обнаруженную на станции метро Площадь Восстания. Накануне в Москве прошла встреча министров иностранных дел Кыргызстана и России. Среди прочих тем обсуждался и теракт. Да, наш государственный комитет национальной безопасности подтвердил, что по предварительным данным террорист-смертник был уроженцем Кыргызстана, который принял российское гражданство. У террористов и у терроризма нет национальности и недопустимо пытаться искать какую-то связь с происхождением человека, с его религиозными убеждениями. Терроризм это преступление против всего человечества и против всех без исключения мировых религий. Президент Франции Франсуа Оланд, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели во вторник телефонные переговоры, обсудив усиление сотрудничества по противодействию терроризму. Согласно заявлению Елисейского дворца, Оланд и Меркель воспользовались возможностью, чтобы вновь принести соболезнования президенту Путину и российскому народу и выразить солидарность. Они договорились улучшить взаимодействие против терроризма, в частности в сфере обмена полезной информацией, отмечается в документе. В тот же день президент России провел телефонные переговоры с премьером Японии Синзуабе. Японский лидер выразил свои соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербург, подтвердили готовность к сотрудничеству в борьбе с террором.